Еще раз добрый вечер, дамы и господа, у микрофона Юрий Прайнко на Финам.ФМ, ежедневная программа «Сухой остаток». И до 10 вечера мы будем говорить о банках, о банковском секторе. Это значит, что каждый из вас имеет возможность и позвонить, и написать, и задать интересующий вопрос, либо высказать свои мнения, соображения, потому что тема крайне прикладная. Тем более, почти треть российских банков, согласно проведенным Центробанком России стресс-тестом, не готовы к повторению кризисных событий 2008 года. Многие эксперты называют такой сценарий маловероятным, однако второй этап докапитализации, о чем неоднократно говорили регуляторы, Минфин и Центробанк, должны банки провести до конца текущего года. Окажется ли это по силам большинства игроков? Пока вопрос. Дальнейшая консолидация банковского сектора, устойчивое развитие банковского сектора, какие виды кредитования будут пользоваться наибольшим спросом и уже пользуются, что будет с кредитными ставками, с депозитными, с ставками на депозиты и так далее. Вот в центре нашего обсуждения будут эти и другие вопросы. Я вам представляю моих гостей. Это Анатолий Притеченский, заместитель представителя управления Банка Открытия. Анатолий, добрый вечер. Вечер добрый. И Дмитрий Орлов, вице-президент Первого республиканского банка. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Анатолий, скажите мне, пожалуйста, что называется «БК и сразу за рога». То, что хотят регуляторы воплотить в жизнь, консолидировать банковский сектор, как это может сказаться на конкуренции, в ваш взгляд? Я думаю, что идея консолидации в российском банковском секторе разумна. И я думаю, что это процесс, которым мы будем свидетели в ближайшие годы. Этот процесс, скажем так, получил определенный импульс во время кризиса. И практика показала, что есть ряд менее устойчивых организаций, которые, в общем-то, в результате кризиса консолидировались к более сильным, к более устойчивым. И, на мой взгляд, это не так принципиально повлияет на конкуренцию. Скорее, это повлияет на более качественный сервис и лучший доступ банковских продуктов для клиентов. То есть вы не видите, что клиенты могут пострадать от этого? Мне кажется, что клиент не должен пострадать в связи с консолидацией. А насколько все-таки обоснованы вот эти претензии регуляторов? Потому что я помню первый раз, когда услышал Алексея Кудрина по поводу банковского капитала собственного, да, в размере одного миллиарда, у меня в глазах потемнело, на самом деле, в этот момент. Я прекрасно понимаю, что там львиная доля профучастников, они, мягко говоря, таких уровней точно не дойдут, не добегут, и причем никогда. Миллиард, с одной стороны, это большие деньги, но с другой стороны, не такие уж и большие. Сказал банкер. Оцените, уважаемые слушатели. Не, ну а теперь вот поясните все-таки на самом деле. Я думаю, что банки вынуждены будут наращивать капитальную базу. И это объективный фактор. Чем больше капитала в абсолютном выражении, тем больше способности банка противостоять кризису. Дмитрий, согласны с коллегой? Вы знаете, я согласен, наверное, с тем, что консолидация в таком формате действительно, наверное, не повлечет до собой какие-то негативные явления для клиентов. Но, с другой стороны, любое регулирование, жесткое регулирование, оно не идет на пользу конкуренции. Потому что есть очевидные примеры, не только я говорю про Банк России, а про других регуляторов, которые своими жесткими действиями фактически конкуренцию немножко придавливают. Можете привести пример? — Окей, в принципе, можно говорить и даже о Банке России, о ограничении, например, ставок по вкладам. То есть, с одной стороны, есть банки, которых действительно нужно достаточно жестко контролировать, но диктовать им, какие ставки по вкладам, собственно говоря, показывать на рынок, ну, наверное, не совсем правильно. Потому что, если банк имеет возможность привлекать дорогие ресурсы и дорогие ресурсы размещать, почему это запрещать делать? — Это хороший пример, да. — Таким образом, получается, что, с одной стороны, мы фактически даем преимущество банкам, которые в лице клиентов, в глазах клиентов более надежны и привлекают по более низким ставкам. С другой стороны, получается... — Я думаю, все наши слушатели даже догадываются, о каких банках идет речь. — С другой стороны, получается, что мы не даем банкам, которые не могут конкурировать, с точки зрения, может быть, явной надежности привлекать те же самые средства. Ну, и фактически ставим их в неравные условия. — Ну, а как быть... Ведь у регуляторов тоже есть своя правда жизни, да? Они обосновывают повышенными рисками и так далее. А вот как вот это совместить, Дмитрий? Как понять, что банковское учреждение, привлекающее, ну, по более, скажем так, высокой процентной ставке депозитные ресурсы, да? Вот не, простите меня, не урюхается. И не придется вкладчикам, да, бежать потом в АСВ и, в общем-то, решать по-другому уже свои вопросы. — Ну, наверное, вопрос надо по-другому поставить. Потому что, действительно, задача как раз регуляторов понять, какой банк может привлекать по каким ставкам, какой, грубо говоря, по этим ставкам привлекать не может. Но как регулировать? Здесь, наверное, можно подходить экономическими методами. Если банк ведет более рискованную политику, соответственно, он должен и больше, например, в то же самое АСВ. Фонд страхования больше платить. Ну, таким образом, взвешив фактически его политикам по риску, экономическими методами как-то уравнивать, уравнивать возможности и уравнивать ситуацию на рынке. Ну, именно экономическими методами. — Сейчас банки, ну, скажем так, вот не того топа, да, вот, они лишены этой возможности. Их принуждают к низким ставкам. — Ну, на текущий момент, на самом деле, у Банка России нет права ограничивать ставки. Но в любом случае, как бы, есть ориентир. Это топ-10 банков, есть максимальная, средне-максимальная ставка. Естественно, всех ориентируют именно на эту ставку. — А как вообще сейчас это сказывается на привлечении депозитов? Народ у нас сберегает, тратит вообще? Вот какая тенденция сейчас наблюдается? — Ну, на текущий момент, если мы сравниваем с прошлым годом, конечно, сберегать стали меньше. — Меньше? — Да, меньше. Это очевидно. И даже по прогнозам, в общем-то, и Банка России, и АСВ в этом году у нас будет привлечение в процентное отношение, очевидно, меньше, чем в прошлом году. Потому что все-таки поведение клиентское, оно меняется. Люди начинают больше тратить, тем более инфляция, которая у нас показывает рост, по крайней мере, очень сильно показывала рост в начале года, она подстегивает людей не просто сберегать, но и тратить. В первую очередь тратить. Потому что и ставки по вкладам стали ниже, из-за ограничений инфляции больше. Ну и таким образом хранить деньги, все свои деньги, может быть, на депозитах нецелесообразно, а имеет смысл все-таки что-то потратить. Таким образом, в общем-то, растет и кредитование. Потому что если мы начинаем тратить, то получается, что на все у нас хватает, получается, что люди начинают брать кредит, но пока еще осторожничают в этом плане. — То есть можно говорить о том, что по депозитам идет снижение, а по выдаче кредитных ресурсов динамика положительная? — Динамика положительная. Ваш ответ, Анатолий, вы что скажете? — Я думаю, что наметились первые тенденции, свидетельствующие о том, что все-таки люди стали больше потреблять. И это сказывается на динамике роста привлеченных средств от граждан. Но здесь нужно понимать, что есть специфика каждого отдельного банка. И растущие банки, конечно же, привлекают средства и корпоративных клиентов, и физических лиц для того, чтобы финансировать свой рост. Я вам прямой тогда вопрос задам по кредитам, если мы говорим о положительной динамике. Ну, достаточно посмотреть, кстати, данные Росстата. Доходы граждан за последнее время снижаются, расходы увеличиваются. Есть ли надежда у ваших потенциальных клиентов, вообще у клиентов банковского сектора, к тому, что процентные ставки по кредитам будут снижаться? Или это, в общем-то, риторический вопрос, да? Потому как тот же регулятор уже не единожды говорил о том, что процентная ставка того же рефинансирования будет увеличиваться. Дмитрий, ваш взгляд? Только откровенно и честно. Откровенно и честно. Даже если смотреть на регулятора, который не так давно повысил ставку рефинансирования, и просто сделать напрямую корреляцию ставка рефинансирования, ставка по кредитам, получается, что мы должны, по сути, повышать эту ставку. Ну, хотя с моей точки зрения, если честно говорить, и дальнейшего снижения не прогнозируется, но и повышение, собственно говоря, нецелесообразно. Очевидно, что ресурсы все-таки у банков пока дорогие, поэтому дальше снижать, наверное, некуда, фактически некуда. А повышать мы таким образом можем загубить вот те ростки кредитования, которые сейчас пробиваются. И если мы будем сейчас все, фактически весь прошлый год, всю зиму мы шли к снижению, а если сейчас мы начнем повышать ставки, мы можем просто-напросто загубить эту тенденцию. Ну, то есть снижения точно не будет. Снижения не будет, но и роста... Но при этом деньги дорогие. При этом деньги пока дорогие, конечно. А что может изменить тогда ситуацию? Ну, я думаю, что вот старые депозиты... Например, старые депозиты физиков уйдут, которые были привлечены под достаточно высокие проценты, они будут замещены новыми... Вот в кризисный период. Да, в кризисный период будут замещены новыми, более дешевыми. Соответственно, появятся средства юридических лиц дешевые. Таким образом, ну, фактически для части банков какая-то часть базы фондирования будет более дешевая. Таким образом, появится возможность снижать, собственно говоря, процентные ставки. Плюс будут более понятны те риски, которые сейчас на себя берут банки при кредитовании. Это Дмитрий Орлов, Анатолий, ваш взгляд. Я соглашусь. Потому что, ну, понимаете, мы как ваш потенциальный клиент все, я имею в виду вообще российского банковского сектора, нам же хочется положить вам депозиты на более высокий процент, а получить кредит как можно меньший процент. Да, это разумно. Это вот такие интересы, отличающиеся вкладчика и заемщика. Когда клиент и вкладчик, и заемщик, вот он тоже думает, какой банк ему выбрать. Значит, на мой взгляд, мы являемся свидетелями на сегодняшний день завершения тенденции снижения ставок на рынке кредитования. Завершения. Завершения. Так. На мой взгляд, эта тенденция во многом была связана с активными действиями регуляторов в период кризиса по выравниванию экономической ситуации. Эти действия позволили действительно относительно спокойно пройти этот сложный, тяжелый период, который касался глобальных рынков, не только России. И на сегодняшний день, мне кажется, что мы выходим в некую фазу балансировки спроса и предложения. И в рознице, по-видимому, ставки могут продолжить снижение в связи с тем, что здесь конкуренция пока еще не дошла до своего предела. В корпоративном секторе там конкуренция уже очень жесткая. И ожиданий по дальнейшему снижению ставок в отношении кредитов корпоративных клиентов, пожалуй, у меня нет. Но по физикам ситуация другая. Рассказывайте, рассказывайте. Это более интересно, понимаете? Это касается всех. Я постоянно слышу только одни разговоры. Кредиты невозможно взять, кредиты дорогие, деньги дорогие. При этом ваши коллеги банковского сообщества приходят ко мне в студии, говорят, да мы готовы бежать за надежным, качественным клиентом в буквальном смысле, преодолевая любые препятствия. Это действительно так. На самом деле, на сегодняшний день, та острота конкуренции, которая есть в корпоративном секторе, до розницы еще пока не дошла. В рознице все-таки... Что мешает? Мешает несколько факторов. Во-первых, пока еще чувствуется, что граждане не так уверены в будущем дне. Поэтому не все берут, кто хотел бы взять и кто мог бы взять. Это первое. То есть, возможно, что здесь тоже есть некий отложенный спрос. Во-вторых, здесь пока еще конкуренция между банками не столь сильна. И в этом плане российская банковская система пока еще позволяет расти многим банкам и госбанкам, и частным банкам, и банкам с иностранным капиталом. И, в общем-то, здесь, скорее всего, рост и далее продлится очень хороший. Ценовая конкуренция все-таки обостряется на сегодняшний день. И банки все меньше и меньше маржу имеют возможность заработать. Но включаются другие очень важные инструменты ценообразования. Это, в первую очередь, вопросы управления рисками и вопросы эффективности менеджмента, эффективности банковской инфраструктуры. Это те расходы, которые банк закладывает в ставку. И здесь, на мой взгляд, в целом в банковской системе есть достаточно большой запас прочности. И рисками можно управлять лучше, и расходами управлять можно получше. Но вот вы говорите об отложенном спросе. То есть, речь идет о качественных клиентах, которые потенциально могли бы привлечь кредитные ресурсы, но этого не делают. Это только лишь обосновывается неуверенностью или какими-то другими причинами, по вашему мнению? Это обосновывается тем, что горизонт планирования в кризис очень сильно сжался. Он сжался и у физических лиц, он сжался и у малого бизнеса, и он сжался у крупного бизнеса. В этом плане, конечно же, спрос на кредитные средства упал. Уточняю вопрос. Более сужаю его. Значит, такой замечательный продукт, как ипотечное кредитование в кризис. Часть банков отказалась вообще. Ну, там были свои передряги. Вроде как ситуация стабилизируется. Хотя сегодняшние данные Росстата по темпам строительства в России меня просто шокировали. Значит, падение месяц к месяцу более 23%. Падение с начала года в минус 17%. То есть ситуация на строительном рынке весьма и весьма далека от преодоления тех последствий, которые были нанесены минувшим или еще пока идущим в этом секторе экономики кризиса. При этом это все скоррелировано с банковским сектором, с кредитными ресурсами, которые вы выдаёте в рознице. Я вот хочу тогда понять. Когда мы говорим об ипотеке, мы временной лаг очень большой берем. 10, 15, 20 лет. При этом понятно, что вам необходимо хеджировать свои риски, потому что сегодня он работает, завтра не работает. Ну и куча нюансов не мне вам рассказывать. Но я хочу понять. Вот здесь, в этом сегменте конкуренция есть. Если есть, то в чем она заключается и как, в общем-то, в этой ситуации привлекать надежных клиентов, чтобы они брали. Понимаете, вот, Анатолий, я неспроста об этом спрашиваю, когда вы сказали об отложенном спросе. Модно стало снимать квартиры. Я постоянно стал об этом слышать. в меньшей степени вот до кризиса, да, и в большей степени вот сейчас, во время кризиса, сейчас. При этом люди, там, у них своя правда жизни, да, в то же самое время банкир говорит, да, это ваша собственность. Ну, то есть у каждого из вас, конечно, и у той и другой страны своя правда жизни. Я хочу вот понять ваше мнение, как профессионал, и ваше мнение. Я думаю, что по ипотеке ставки будут снижаться в среднесрочной перспективе. Снижаться? Я думаю, что будут снижаться. И здесь, конечно же, ценовая конкуренция наиболее агрессивная, потому что данный продукт предусматривает достаточно тщательную процедуру андерайтинга. И понимание банка о заемщике достаточно полное. И в этом плане можно идти достаточно далеко и снижать ставку, понимая, что клиент качественный и надежный. Но до каких уровней? Ну, ведь инфляционные ожидания, я на самом деле не верю нашему правительству, понимаете? Я не верю им. Вот те уровни, которые они обозначают, ну дай бог, чтобы я ошибался, да. Но, вот если совсем прощенно говорить, вы же еще должны заработать на этом, вы же должны маржу получить, вы должны прибыль получить, вы должны в конце концов выплатить те депозиты, которые вы привлекли по другим процентным ставкам. Причем, вот я согласен с Дмитрием, ведь надо отдельно еще рассматривать тот период высоких ставок. Это же головная боль, скажем так, некоторых банковских учреждений. Вот до каких уровней, Анатолий? До каких? У каждого банка... По ипотеке, вот если смотреть. Какая она? Ну, разброс ставок может быть разный. Это может быть и 10%, и 11%, и 12%, и 13%, и 14%. Без первоначального взноса или с первоначальным взносом? Ну, с первоначальным взносом, вот те ставки, о которых мы говорим, без первоначального взноса ипотеку все-таки пока еще банки опасаются делать. Я знаю несколько банков, которые уже это стали делать. Но они делают это в качестве рекламных акций, и только на короткий период. О, как они нам уши-то, по ушам как ездят. Я просто отбиваюсь от этой атаки. На самом деле, в целях маркетинговых ходов вот это уже происходит. Но вы все-таки не готовы сказать, до каких уровней? Очень сложно сделать оценку. Дмитрий? Я тоже не готов. Я могу только высказать свои надежды, что мы опустимся до 8-7%. Я надеюсь, я бы хотел этого, но я не уверен, что у нас это получится в ближайшее время. Пойдем от обратного. Что может помешать? Что может помешать? Ну, во-первых, если посмотрим на рынок ипотеки объективно, то там игроков можно, наверное, посчитать активных на пальцах одной, но может быть, двух рук. Все остальные банки фактически на этом рынке сейчас не работают. Если выдают ипотечные кредиты, то исключительно единичные какие-то сделки, потому что, во-первых, нет ресурсов достаточной длительности. Ну, во-вторых, все-таки очень многие обожглись как раз в кризис именно на этом продукте. Когда заемщики, взяв ипотечные кредиты, обладая, в принципе, неплохим залогом по докризисным временам, они теряли работу, соответственно, получали большие проблемы, залоги обесценивали, соответственно, банк получал фактически на половину необеспеченный кредит. И если он тем более дефолтил, то это была катастрофическая ситуация. Очень многие на этом обожгли. Сейчас, естественно, что банки стараются как-то аккуратно к этому подходить. Вот те, у кого есть возможности, соответственно, длинные дешевые ресурсы, чтобы действительно выдавать приемлемую и интересную для клиента ипотеку, они этим занимаются. Но не будем скрывать, что это, естественно, государственные банки, это специализированные банки, то есть те банки, которые, в принципе, готовы этим заниматься и понимают фактически бизнес-модель. То есть есть подразделения, которые специализируются именно на этом продукте. Но и в любом случае, даже у них мы сейчас таких ставок не видим, таких низких. Хотя уже есть там и 10, и 11 в рублях. Что, в принципе, до кризиса, даже до кризиса встречалось редко. Но про кризис я вообще молчу. Ну и дальше все-таки, вот вы расходитесь здесь во мнениях. Анатолий говорит, ставки будут снижаться. Вы, Дмитрий, говорите о том, что ставки будут расти. Я не говорю, что они ставки будут расти. Я говорю о том, что мне бы хотелось, чтобы они снижались. Но я пока не вижу никаких предпосылок для того, чтобы они снижались дальше и снижались до того уровня, который позволит достаточно большому количеству клиентов брать ипотечные кредиты. Знаете, самый распространенный российский миф. На Западе там такие процентные ставки. Хочется сказать. Инфляционные ожидания в нашей стране каковы? Ну и какие претензии тогда к российскому банковскому сектору? 65 10 99 и 6 3w.finam.fm. Дмитрий Орлов, вице-президент Первого Республиканского банка и Анатолий Притеченский, заместитель председателя правления банка. Открытие у нас в гостях. Говорим мы о банковском секторе. Звоните, пишите. Все средства коммуникации к вашим услугам. Я буду и свои вопросы задавать, и вопросы слушателей выводить в эфир. Добрый вечер. В эфире как вас зовут? Алё. Это ко мне? Да, это к вам. Как вас зовут? Владимир из Москвы. Вот мне хотелось бы узнать мнение гостей. Сейчас вот вчера буквально предложили России, Казахстан, Беларусь, своего кандидата на пост президента Международного валютного фонда. И выставили довольно такую интересную кандидатуру Марченко, который с украинской фамилией, но русский человек, работает в Казахстане. Вот учитывая, так сказать, положение дел в нашем банковском секторе, невозможность понизить банковскую ставку до, скажем, тех же трех или четырех процентов, как в Испании, есть ли у этого кандидата какие-либо шансы прорваться на, ну, в шот-лист при голосовании вот на этот пост? Владимир, а вам бы хотелось, чтобы Марченко стал? Я просто поражен, что вообще, грубо говоря, хватило наглости предлагать такую фигуру для такого серьезного учреждения, как Международный валютный фонд. Причем после того, что Обама хочет буквально стянуть все деньги на Арабский Восток, чтобы там устроить красивую, так сказать, конструкцию, когда молодежь будет заниматься модернизацией, технологиями, инновациями, то, о чем говорит Медведев. Вот, то есть стягиваются буквально все мировые финансовые ресурсы на то, чтобы сделать там красивую картинку будущего, так сказать, 21 века. Да, спасибо. Я думал, у нас вопросы будут, знаете, такие частные, нас сразу такую планку поднимают на глобальный уровень. Ну, я, сейчас мои гости ответят на ваш, Владимир, вопрос, но на самом деле, ну, кто в курсе? Господин Марченко, один из опытнейших, на самом деле, банкиров, ну, скажем так, на постсоветском пространстве. И зря вы так думаете, что человек, который возглавляет Нацбанк Казахстана, он, кстати, выводил свою страну из очень сложных пике. И это ему удавалось. Это ему удавалось, и он консультировал, не то ли, одно время он уходил с поста главы Нацбанка Казахстана, консультировал Михаила Саакашвили, те реформы, которые происходили в Грузии, и затем его Нурсултан Назарбаев вернул в Нацбанк. Так что, как-то вы недооцениваете тех людей, которые у нас здесь, что называется, сами поднимаются. Пожалуйста, господин. Ну, если говорить... Дмитрий Орлов, я буду просто пояснять, кто из вас говорит. Да, непосредственно про конкретную личность, то не знаю, почему так наши слушатели удивляются. Все-таки банковская система Казахстана, если говорить про банковские системы на постсоветском пространстве, она, пожалуй, наиболее близка к западным и, соответственно, наиболее, наверное, продумана. Соответственно, и данные, и кризис, который мы пережили, в Казахстане он был глубже, чем в России все-таки. Потому что у нас есть и ресурсы, которые недоступны Казахстану. Соответственно, наверное, из-за тех вариантов, которые могли бы быть, Марченко, наверное, оптимально. Я думаю, так. Другое дело, получится, не получится, но это уже будет совершенно другого. Других вещей, скажем так, будет зависеть от... Было бы странно, если бы мы не предложили своего кандидата. Я согласен. Анатолий, ваше мнение. Я думаю, что если у него получится, то мы можем ускоренными темпами стать международным финансовым центром в Москве. Все-таки свои люди из МВФ. Слушайте, мы когда решим вопрос с инфляцией, вот тогда я всерьез буду говорить про мировой финансовый центр, а пока это для нас такая перспектива очень далекая. 65 10 99 6 3w.finam.fm. Андрей пишет. Добрый вечер. Вот такой вопрос вашим гостям. Сейчас многие банки в России активизировались или вышли на рынок розничного кредитования. Не сложится ли такая ситуация, что при избыточной ликвидности банки слишком быстро наращивают портфели, беря на себя большие риски, а при этом экономика России еще не до конца встала на ноги? Андрей, кстати, банковский работник розничное направление. Что скажете? На мой взгляд, такие риски существуют, они материальны. Разные банки обладают разными технологиями с точки зрения инфраструктуры принятия решений, с точки зрения риск-менеджмента. И в этом плане банки принимают одинаковые решения, похожие решения, но последствия могут быть для разных банков разные. Мне кажется, на сегодняшний день пока еще опасность формирования проблемных портфелей в рознице не столь высока, потому что после кризиса банки достаточно большой объем проблемных активов списали, зарезервировали. И в этом плане, наверное, на сегодняшний день проблема остро не стоит. Я думаю, эта проблема встанет остро через 2-3-4 года, когда мы уже сосредоточимся на чем-то другом. И как обычно, проблемы придут не оттуда, откуда мы их традиционно ждем. Очень дипломатичный ответ, Анатолий. У вас второе, наверное, дипломатическое высшее образование. Дмитрий, ваш взгляд? Действительно, наверное, такая проблема могла бы быть, если бы мы, как банки, не обожглись кризис. Естественно, первое, что после кризиса и даже в кризисные годы было сделано, это пересмотр системы риск-менеджмента, принятие кредитных решений и все, что с этим связано. То есть сейчас банки выдавать деньги направо и налево, как это было до кризиса, когда у нас был фактически кредитный бум, мы росли колоссальными темпами. Сейчас уже, конечно же, никто не будет. Естественно, что нужно кредитовать, без этого нет банковской системы, это очевидно, но, наверное, кредитовать теми темпами, это опасно. И это понимает даже Банк России. Но об этом говорит, собственно говоря, прямо, что да, мы видим опасность бездомного кредитования, поэтому это тоже будем фактически пресекать. Вот, поэтому, наверное, такие риски есть, но я абсолютно согласен с этим. Какие виды сейчас кредитования наиболее востребованы клиентурой в рознице? Вот где точка приложения, где в чем-то точка роста? Если говорить, в принципе, по объему, то очевидно, что у нас самый крупный кредит это ипотека, но, как я говорил, ее, к сожалению, дают не все банки. Если говорить, в принципе, по количеству, то банки стараются сейчас работать на рынке нецелевых кредитов наличными, кто-то старается затачивать свои продукты под автокредит, ну, соответственно, автомобильное кредитование. В меньшей степени, гораздо меньшей степени, кредитные карты. В меньшей степени? В меньшей степени. Слушайте, а почему тогда миф такой существует, что банки, я очень часто слышу от радиослушателей, да, банки навязывают, да, банки вот чуть ли нас там не в долговую яму садят, мы ничего не разбираемся, мы там не читаем договоры, ну, я попрощаю осознанно, но я реально слышал такие вот реплики. Мы подписываем там, подмахиваем или просто активируем данную карту, да, проводим некую транзакцию, что-то покупаем, и потом нам хоп, выкатывают, да, мы бедные, несчастные, убогие и так далее. Это миф получается? То есть, сегмент кредитных карт, он в соотношении с вот предыдущими тем же нецелевым кредитом, ну, объемы финансовых ресурсов по ипотеке, понятно, не сопоставим, но это миф? Почему это миф? Действительно, банки стараются продвигать такой продукт, как кредитные карты, но если смотреть на простор всей России, то есть этот продукт востребован в крупных городах, где можно использовать эти карты, соответственно. Например, в Москве? Например, в Москве. Например, в Москве, в Питере, собственно говоря, там, где есть инфраструктура. Если говорить про другие регионы, там они востребованы просто в меньшей степени. Соответственно, вот альтернатива всегда у банков есть. Это кредит наличными, кредитная карта. Банки пробуют совместить. Что предпочитают клиенты? Банки пробуют совместить. Соответственно, они пытаются как-то сегментировать свою базу. Кому-то они сразу предлагают потребительский кредит, через какое-то время предлагают кредитную карту как дополнительный. Ну, с кем-то поступают наоборот, сразу продают кредитную карту. Ну, потом же, конечно, кредит наличный, достаточно сложно продать такому клиенту. Но то, что банкиры, уж грубо совсем скажу, дурят клиентов, это же не правда или правда? Вот скажите честно так, вот есть там подводные течения? Потому что в массе своей люди убеждены, да, что им навязывается некая услуга, они не совсем понимают, ну, потому что они же банкиры, они-то более тонко разбираются в этих всех схемах, и человек становится заложником. Может быть, не совсем продуманные собственные финансовые стратегии, да, но я думаю, что львиная доля людей России вообще не понимает, что такое финансовый план, например, на месяц, да, или хотя бы на полгода. Пришли на деньги, да, даже если они пришли на карту зарплатную, побежать до ближайшего банкомата, обналичить, и вот жить там спокойно, весело и так далее. Я думаю, вы еще лучше знаете всю эту картину, и она меня далеко не радует. Я просто хочу понять, есть подвох вот реальный, есть под этими мифами основания? Анатолий. Ложите руку на сердце и ответьте честно. Я думаю, что здесь, как всегда, существует комплекс вопросов. Давайте. Это вопросы, связанные с не всегда прозрачным ценообразованием, с не всегда простыми продуктами для клиента, с очень неоднородным, наверное, и, скажем так, уровнем понимания финансов у населения. То есть здесь все, скажем так, достаточно зависит сильно от конкретных ситуаций. Но вот не срезайте углы. Приведите пример, вот где подвох, да, вот там, где клиент, в чем он не разбирается? Ну, нужно очень внимательно изучать любые условия любых продуктов. Так. В картах нужно внимательно изучать так называемый grey spirit. Когда он начинается, когда он заканчивается, в каких ситуациях он перестает быть таковым. Какие комиссии вы платите за годовое обслуживание, какой у вас процент. Очень полезно, конечно же, пересчитывать, по сути дела, те расходы, которые вы платите по продукту. Банки будут в большинстве случаев благодарны, если вы им, например, сообщите о том, что у них где-то есть ошибки. Вот, иногда это случается. С точки зрения стратегии, этот путь очень опасен. Если банк выбирает при первом знакомстве с клиентом, скажем так, непрозрачность, и по мере повышения финансовой грамотности клиента, к нему придет ощущение, что банк играет против него, то такой клиент из банка чаще всего уходит. И в этом плане риск стратегический у банка достаточно большой. Гораздо более правильно все-таки быть прозрачным. Это позволяет клиенту удерживать в долгосрочной перспективе. И понятно, что кросс-продажи, это то, чем на сегодняшний день банки занимаются очень плотно, позволяют в итоге с клиентом жить долго и зарабатывать больше. Дмитрий? Я считаю, что на самом деле нужно вспомнить о такой замечательной вещи, как полная стоимость кредита, если уж мы говорим про кредитные продукты. И тут маневр, в общем-то, у банка для того, чтобы как-то обмануть клиента, нет. Все просто, прозрачно и понятно. То есть полная стоимость кредита, график, как он рассчитывается, платежи, которые включаются. Соответственно, если клиент внимательно познакомится с этим документом, я думаю, что и вопрос... Считайте договор до конца. Абсолютно точно. Договор до конца. И поэтому, если вопросы какие-то возникают, их, естественно, надо задавать. А там все на самом деле написано. Плюс еще сейчас есть очень интересная инициатива Ассоциации региональных банков. Паспорт... Который Анатолий Аксаков, да, возглавляет? Да, абсолютно точно. Паспорт кредитного продукта. То есть то, что уже было сделано в Европе, соответственно, предлагается сделать у нас. Где в стандартизированной таблице фактически приводится вся информация по кредиту. То есть это еще более облегчает клиенту. Упрощает понимание, да? Упрощает и выбор кредитного продукта. И в итоге, в общем-то, упрощает понимание, как и что ему надо будет платить. Это уже внедрено или нет? Нет, это инициатива. Это инициатива Ассоциации России, да? Да. Насколько это законодательное необходимое решение? Естественно, необходимо законодательное и хотя бы какое-то директивное решение, чтобы банки это применяли. И пока это можно делать фактически по... Но вы считаете, это был бы вообще такой был бы сильный ход, да? С точки зрения клиента это был бы действительно, наверное, сильный ход. А заинтересовано ли банковское сообщество это? Ну вот как банк, наверное, не на 100%. Потому что, опять-таки, та полная стоимость кредита, о которой я уже упомянул, вот ее с нашей точки достаточной точки зрения. Потому что есть и договор, есть и эта полная стоимость кредита, и, собственно говоря, можно отовсюду эту информацию почерпнуть. Единственное, что будет просто еще одна форма, которая будет стандартизована, но та же самая информация будет содержаться в ней. Она уже сейчас есть. Но таким образом фактически будем дублировать. Сейчас, я думаю, самая положительная такая восходящая с семимильными шагами динамика наблюдается на потреб кредитования, да? Народ вернулся к сковородкам, к чайникам, к более серьезным покупкам. И там, я знаю, что в банковском сообществе есть специализирующиеся, в общем-то, на этом секторе банки, да? Но насколько обоснован, опять-таки, это вопрос к профессионалам, профучастникам, насколько обоснованы те процентные ставки, которые предлагаются по требу кредитам? Ну, ведь ставки очень серьезные, очень большие. Я понимаю, что вы риски свои пытаетесь, да, значит, как-то минимизировать. Но, Анатолий, как вы считаете, это объективность такая? Мне, когда рассказывают отдельные истории, я не буду их приводить, у меня волосы дыбом стоят. И самое главное, что я говорю этим людям, что же вы вот не читали? Не читали тот документ, который вам предлагается для подписания? Вы знаете, с одной стороны, ставки действительно по таким продуктам достаточно большие. Но не будем забывать, что иногда этот продукт бывает крайне удобен и крайне, скажем так, комфортен клиенту. И даже люди с таким продвинутым пониманием финансов время от времени такими продуктами пользуются. Бывают всякие ситуации в жизни. Нужно сделать быструю покупку. Предположим, после этого досрочно погасить кредит. Или в связи с тем, что сумма небольшая. Но не так уж она сильно удаляет по карману. Это рассрочка, она разумна. С точки зрения... Но ведь согласитесь, спросите, что перебиваю, это такой маркетинговый ход. Когда я вижу вот эти билборды, да, там... Действительно, суммы месячного платежа какие-то смешные они, да, выглядят. Но если мы посчитаем, что называется, то там далеко от смеха все будет. Это правда. Поэтому, скажем так, дорогие покупки, длительные вещи, предметы длительного пользования, конечно же, лучше вот по технологии быстрых денег не покупать. Лучше пройти более подробный процесс андерайтинга. Это займет чуть больше для банка и для клиента времени. Но зато принципиально стоимость денег для клиента будет другая. Совершенно другие процентные ставки. Совершенно другие проценты. А сейчас динамика, конечно, действительно положительная, да, по требу кредитованию. Второй сегмент такой интересный, который крайне динамично шел до Криса, это автокредитование. Сейчас какая картина? Мы достаточно сильно, не стоит забывать, что автокредитование, оно в первую очередь ориентируется, естественно, на продажу автомобилей. Соответственно, продажи автомобилей растут, растет и доля автокредитования. А вот то, что было применено правительством уже следом, там, за Германией, за Америкой, я имею в виду, сдай хлам и получи новый автомобиль, я надеюсь, что не хлам, новый, да, вот, это как-то банковский сектор на себя ощутил, вот эта поддержка? То есть клиентская база резко выросла или, в общем, так незаметно это все прошло? Ну, тут скорее не эта программа, а программа субсидирования ставки государством. Вот это очень сильно, конечно, повлияло на автокредитование и на покупку, собственно говоря, отечественных машин, когда государство частично компенсировало заемщику ставку, ну, таким образом получалось, что автокредиты были очень дешевые, но сейчас в отечественном есть. Вот это действительно очень сильно повлияло, и вместе вот эти две программы, утилизация и субсидирование ставки, конечно, и на рынок автокредитования, и на рынок автомобильный повлияли исключительно с положительной стороны. Я считаю, что, наверное, это одни из самых удачных инициатив правительства, вот, которые направлены на поддержку, допустим, конкретной отрасли, то есть автопром был поддержан достаточно сильно этими мерами. Политики постоянно говорят о том, что необходимо запретить банкам вводить штрафные санкции за досрочное погашение. Битва, которую я в этой студии столько слышал разных комментариев мнений по этому поводу, при этом, ну, вот моя личная позиция, я все-таки на стороне банков нахожусь, потому что кредитный ресурс выдавался под определенный временной лаг, да, значит, соответственно, все это просчитывалось, и хорошо, что клиент может досрочно его погасить, но все-таки с точки зрения бизнеса это, мне представляется, ну, не совсем правильным. Вот, Анатолий, как вы думаете, все-таки в этом вопросе стоит ли идти на популизм, потому что это популизм чистой воды, или, в общем-то, ну, ничего страшного, гасит, и пусть гасит досрочно? Если сравнить российскую... Это далеко не философский вопрос. Если сравнить российскую практику с международным опытом, то в России у клиента банка гораздо больше в этом плане гибкости. Я думаю, что мы все-таки будем дрейфовать в сторону ужесточения условий досрочного погашения для клиентов. Я думаю, что все-таки вот какие-то штрафные санкции, они будут вводиться. Как это, собственно, имеем мы в западных странах. Да. Эти санкции существуют и для корпоративных клиентов, они существуют и для розничных клиентов. По сути дела, это действительно вопрос риск-менеджмента для банка, и принимать необоснованный процентный риск очень опасно. В России пока не было ситуации, когда бы банки очень жестоко пострадали от процентного риска, но рано или поздно такие ситуации возникнут. Поэтому в данном случае вот нужно разумный баланс все-таки соблюдать и не оставлять банки подверженному этому риску. Извиняя, вы как считаете? Здесь готов полностью согласиться с Анатолием. Действительно, стоит подходить взвешенно исключительно к этому вопросу. Исключить... Политики имеют свойство, к сожалению, лоббировать другие интересы. Исключить именно те высказывания, которые являются на 100% популистскими, и все-таки подойти как-то обоснованно к этому вопросу. Это касается не только, наверное, комиссии за досрочное погашение, но и, например, комиссии за выдачу, с которой тоже очень сильно борются. Все-таки нужно понимать, что при выдаче кредита банк несет определенные затраты, и вот эта вот комиссия, а банк старается, ну, каким-либо образом, хотя бы покрыть те затраты. При этом, если мы отказываемся от этой комиссии, мы повышаем ставку, а если еще и досрочное погашение без комиссии, ну, тут получается, что мы должны для всех клиентов в итоге повышать ставку, чтобы отбивать те затраты, которые мы понесли. Конечно, это же, простите, долбанет с другой стороны просто. Вы будете это загонять в процентную ставку, вот и все. Будет все красиво выглядеть, и нет комиссии за выдачу, и нет штрафных санкций по досрочному погашению, значит, будет сидеть в ставке это все. И, смотрите, я неспроста об этом заговорил, мне депутаты Госдумы в этой студии обещали, что до конца этого года они примут закон о банк, я его упрощаю, значит, там другое название Минэкономразвития предлагает, закон о банкротстве физических лиц. То, что есть, в общем-то, подобные акты во всех развитых экономиках, американский опыт великолепный мне, кстати, он очень нравится, когда, допустим, по той же ипотеке гарантией выступает только дом, и никакое ни имущество, ни депозиты, никакие другие активы, ни ценные бумаги. Вот я хочу понять, Анатолий, вы как, приветствуете подобные, и как там акты, как это на банках может сказаться? На мой взгляд, это, безусловно, прогрессивный законопроект, и интересы физического лица должны быть, безусловно, защищены. Вот, это позволит во многом, скажем так, повысить комфорт и заемщика, и в то же время для банка будет позволять видеть четкую картину возможного в случае, если вот клиент попадает в сложную ситуацию. То есть, на мой взгляд, прозрачность и правила это гораздо лучше, чем их отсутствие. Ну, дипломатический ответ у моего гостя, Дмитрий, как вы? Я, наверное, присоединись к дипломатическому ответу, потому что, действительно, это фактически установление правил игры. А когда есть четкие правила, по которым играют две стороны, игра, собственно говоря, становится честной, понятной, прозрачной, и это лучше для всех. То есть, я поддерживаю, конечно же, этот закон. Очевидно, что стоит его принять. Если у нас получится увидеть его в финальном виде, утвержденном до конца этого года, это будет исключительно плюс. Так для банской системы, так для клиентов. Если, опять-таки, тогда, знаете, популистские какие-то моменты опять не вкрапятся, вот я больше всего из-за этого переживаю. Потому что страна, которая входит в сезон, скажем так, ну, не турбулентности, а предвыборной кампании, назовем это, да, есть очень большая доля вероятности, что некоторые господа будут проталкивать очень интересные схемы. А, как известно, все-таки, вот в тех запятых и точках, где они расставляются, да, вся суть того или иного законодательного акта, в общем-то, ну, я за, я приветствую, если они примут, это будет вообще благом, но все-таки будем смотреть, что там будет в содержании. Буду надеяться, что будет там все хорошо. 65, 10, 99, 6, www.finam.fm, банковский сектор сегодня у нас в центре обсуждения. Дмитрий Орлов и Анатолий Притеченский у нас в гостях. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло. Да, здравствуйте, представляйтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Константин. Вот меня, как бы, интересуют исключительно ипотечные кредитования. У меня странная ситуация. С одной стороны, хочется взять, а с другой стороны, я начинаю считать. Но у меня есть бизнес. Так. Бизнес, как легальный, в среднем приносит, ну, от 10 до 12 процентов годовых на вложенные деньги. А банки мне предлагают ипотечные кредитования от 20. То есть, фактически, это бессмыслице. Я, вкладывая свои деньги, зарабатываю 10 процентов, а получив от банка под 20, мне проще вынуть из своего бизнеса эти деньги. Но это же глупость. Банки во всем мире вообще-то предназначены для того, чтобы давать деньги. А здесь они фактически работают, не зря их котами в свое время назвали. Да ладно. Я в этом плане с Путиным согласен. Не называйте российских банкиров котами. Коты были за океаном. Нет, коты за океаном работают за 3-4 процента сверху инфляции. Инфляция у всех разная. У нас пускай она будет 10. Но это означает, что ипотечное кредитование, как самое сладкое кредитование, поскольку наиболее ликвидные ресурсы, допустим, я ни у одного банка не вижу предложения. 50-процентная оплата не первого жилья и ипотека под 13-14 процентов годовых. Банк вообще не имеет никакого риска, потому что недвижимость не может упасть больше, чем вдвое. Спасибо, спасибо, Константин. Ну вот, пожалуйста, отвечайте. Эти вопросы должны были прозвучать, вот они и прозвучали. Дмитрий, Анатолий, кто? Я, наверное, начну. Анатолий Притеченский. Вот в данном случае нужно, наверное, согласиться с тем, что все-таки доступность кредитных ресурсов пока не одинаковая для различных групп заемщиков. В данном случае мы имеем такой вот яркий пример индивидуального предпринимателя, который сам умеет считать деньги, имеет собственный бизнес. И некоторые вопросы в существующей банковской практике абсолютно справедливо задаются. На самом деле, вот в таких случаях, как правило, банк может предложить клиенту больше выборов. Если есть бизнес, то мы с удовольствием посмотрели бы, как он устроен, как он функционирует, что он приносит. Если эта недвижимость будет использоваться для бизнеса, то можно предложить достаточно долгосрочный кредит. Если это индивидуальное жилищное финансирование, мы тоже могли бы посмотреть с точки зрения источников дохода, и точно ставка была бы меньше, чем 20%. То есть вы, Анатолий, говорите о том, что к каждому клиенту индивидуальный подход? То есть банки готовы вот нянчиться, рассматривать все эти нюансы, исходя из этого в том числе определяется процентная ставка? Я думаю, что индивидуальность – это залог успеха на ближайшие десятилетия российской банковской системы. Потому что я вам честно могу сказать, когда Константин произнес слово «20%», у меня так округлились слегка глаза. Потом Константин сказал, что все-таки 13-14% в рублях, то есть это действительно более уже реальной ставки. Действительно, скорее всего, вот в конкретном случае у Константина возникло некое недопонимание с банком, то есть он является владельцем бизнеса, а к владельцам бизнеса немножко все-таки другие подходы при оценке. Оценивается в первую очередь их бизнес. Соответственно, насколько этот бизнес стабилен, какой доход он приносит, и насколько он сможет существовать в дальнейшем. Потому что ипотечный кредит – это долгосрочный кредит. Таким образом, банк всегда оценивает свое поступление на достаточно долгосрочный период. Если это бизнес, нужно всегда быть уверен, что источник дохода не пропадет. Ну, таким образом, фактически считается, видимо, банк посчитал, что Константин достаточно рискованный для него клиент и предложил высокую ставку. 13-14% – это для ипотеки. Наверное, все-таки высоковато, хотелось бы пониже. Но очевидно, что, как сказал Анатолий, вариантов действительно есть несколько. И рассматривать только… То есть если отказали в одном месте, можно поработать и попробовать с другим банком. Можно подойти немножко с другой стороны, действительно, может быть, предложить, оценивать себя как не физическое лицо, как индивидуальный предприниматель, то есть отдельно смотреть на это. Поэтому варианты на самом деле есть. А если честно так вот ответить, банки предпочитают работать с наемными служащими, там, работниками или с предпринимателями? Ну, если говорить честно и говорить про физических лиц, то, наверное, мы в большей степени рассматриваем, конечно, наемных рабочих. Да, потому что вероятность потерять свой бизнес все-таки, наверное, выше, и потом не найти какую-либо работу, которая позволяла бы погашать кредит. Но, естественно, естественно, что в каждом конкретном случае нужно разбираться. То есть я сказал в общем, в целом, но это средняя по больнице температура. А в каждом конкретном случае может оказаться как раз наоборот, что владелец своего бизнеса гораздо более интересен, чем наемный работник. Согласен полностью. Индивидуальный подход. Вот смотрите, очень часто от ваших коллег я могу услышать такую реплику. Хочу просто вернуться и к консолидации, и к конкурентной борьбе в банковском российском секторе. Есть банк один, и есть все остальные. Я не буду называть этот банк. Его и так все знают. И он не нуждается ни в каких пояснениях. При этом там прослеживается очень четко конфликт интересов в части, допустим, Банка России. Как акционеры данного учреждения, они, безусловно, заинтересованы в расширении его деятельности, в привлечении новых клиентов, выдаче новых ресурсов. А с другой стороны, регулятор выполняет и все-таки свои прямые также обязанности. Не допущение монополизации рынка, ну или около близко того состояния. По инфраструктуре, по своим возможностям. Этот банк, ну он доминант. Вот по вашему мнению, Дмитрий, это опасно для нашего сектора? Или, в общем-то, никакой опасности не представляет? И банки, ну скажем так, может быть напрямую не всегда могут с ним конкурировать, да? По отдельным. Ну и потом последнее вот решение в этом учреждении. Так вот, я хочу проследить, будет ли динамика по другим банкам. Ваш взгляд? Вы знаете, Сбербанк всегда был самым крупным. Ну вы его назвали, да. Да, потому что это очевидно. Я думаю, что даже не секрет, что это за банк. Он всегда был самым крупным. Он остается лидером. Я думаю, что так останется на долгие-долгие годы, потому что все-таки у него очень большой задел. Но клиент, он в принципе выбирает не только по фактору масштаба банка. То есть есть и другие критерии, по которым клиент выбирает банк. Поэтому, естественно, что у других банков, менее крупных, которые не являются первыми, у них есть прекрасная возможность с ним конкурировать. Есть возможность. Абсолютно точно. Есть возможности за счет факторов определенных, как, не знаю, будь то избитый, скажем так, сервис, качество сервиса, пожалуйста, можно конкурировать. Но там тоже поднимают. Я же тоже за ними внимательно слежу, что там происходит. Будь то, не знаю, близость клиента, будь то отзывчивость на его просьбы. То есть есть возможности по конкуренции со Сбером. Это понятно. Естественно, что и Сбер не стоит на месте, и они тоже очень активно развиваются. И в этом есть определенная угроза для тех банков, которые не смогут потянуть эту конкуренцию. Да, такое есть, но нормальный рынок. Но это не критично. Это вот рыночные и реальные отношения. Конечно. А вы как считаете, Анатолий? Сейчас мы услышим от Анатолия очередной дипломатический ответ. Ну, я бы хотел сказать, что действительно проблема Сбербанка, и не только Сбербанка, а именно госбанков на рынке есть. И государственные банки составляют более 75% от объемов банковского бизнеса. Эта доля очень высокая. И у госбанков есть, конечно же, масса преимуществ, частично связанная с длительностью их существования, с выстроенной инфраструктурой, частично с доступом к определенному кругу клиентов. Имиджевая составляющая, о чем Дмитрий говорил. Да, это имидж устойчивых банков, банков, которым ничего не грозит. Но, на мой взгляд, действительно ситуация, скажем так, не является критичной с точки зрения конкуренции. Частные банки по-прежнему более динамичны. Несмотря на то, что все крупные госбанки предпринимают сейчас определенные инвестиции в технологии, в команду, и, в общем-то, в имиджевую составляющую. Но все-таки это большие структуры. А в больших структурах понятно, что скорость принятия решений и бизнес-процессов, она достаточно замедленная по сравнению с мелкими и гибкими институтами. В этом плане и преимущества одновременно являются и недостатками этих институтов. И на сегодняшний день, в общем-то, ясно, что конкуренция сложная, но все-таки конкурировать можно. И она есть. И она реальная, конкуренция на российском рынке. Но, например, для частного сектора, для, скажем, десятки частных банков, эта конкуренция не принципиально влияет на, скажем так, на их успех. То есть это пока еще не составляет угрозы для частного сектора банковства. Спасибо вам большое. Еще раз подчеркну для наших слушателей, я не соглашусь с теми, кто говорит про банкиров, что они коты. Какие-то не коты, я их знаю многих, знаю изнутри ситуации. Знаете, они пашут. Очень так со стороны кажется, чем занимаются банки. Дают деньги или привлекают деньги, больше ничего. Но так тотально, как контролируются банки со стороны регуляторов, ни один сектор не подвержен российской экономике. Поэтому я с ним надо с уважением относиться. И, знаете, без пафоса это произношу, они позволяют развиваться корпоративному сектору, они позволяют развивать и решать нам с вами проблемы, я имею в виду физиков. Ну а то, чтобы в этом секторе сохранилась конкуренция, я буду надеяться и на самих банкиров, и на регуляторов, которые не позволят монополизировать. Но и рано или поздно все равно придется решать проблему Сбера. В той или иной форме, не знаю в какой, но решение будет. Анатолий Притеченский, заместитель председателя правления Банка Открытия, Дмитрий Орлов, вице-президент Первого республиканского банка, были сегодня в сухом остатке на Финам.фм. Я с вами прощаюсь до понедельника. Напомню, что в понедельник в 9 вечера ко мне придет Алексей Навальный, и эта программа будет построена по принципу слушателей Финам.фм против. Сейчас вы можете в течение сейчас и выходных засыпать свои вопросы на наш сайт www.finam.fm. Хороших выходных.